МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! В студии Ольга Дмитриева и Елена Краева. Здравствуйте! Вы смотрите Утро на ОТВ. Не переключайтесь, сегодня в нашей программе вы увидите. Строительные работы. Глава округа Андрей Иванов проверил ход ремонта Старогородковской школы-интерната. Гуманитарная помощь. Администрация округа помогла собрать посылку для военнослужащего. Договоры и консультации. Местные активисты Единой России посетили офис соцгазификации в Чистцах. Экскурсия долголетов. Участники Одинцовского клуба «Активное долголетие» побывали в Троице-Сергиевой лавре. 18 июля в 1895 году появился первый «Тетрис». Одну из самых популярных игр создал малоизвестный российский программист Алексей Пажетнов. В основе идеи «Тетриса» была американская головоломка. Пажетнов дополнил ее. В скором времени игра стала известной по всему СССР. И «Тетрису» присудили несколько наград. Чем еще запомнился этот день в истории, узнаем из нашей следующей рубрики. 1959 лет назад, 18 июля, в Риме вспыхнул пожар. Он бушевал пять дней. Полностью выгорело 4 из 14 районов города, а еще 7 значительно пострадали. В руины превратилось множество храмов, дворцов и общественных сооружений. Погибли сотни горожан. Огонь начал распространяться из лавок, расположенных с юго-восточной стороны Большого цирка. В городе ходили слухи, что его подожгли по приказу императора Нерона, который задумал грандиозную перестройку. В память о пожаре он заложил новый золотой дворец Нерона. Этот дворцовый комплекс до сих пор самая большая из всех монарших резиденций, построенных в Европе. 18 июля 1334 года начали строить колокольни собора Санта-Мария-дель-Фьорре во Флоренции. Он считается самым знаменитым архитектурным сооружением итальянского Средневековья и Возрождения. Император Карл V, увидев колокольню, сказал, что такую драгоценность следует хранить под колпаком и доставать оттуда исключительно по большим праздникам. Высота колокольни составляет более 87 метров. Если преодолеть 441 ступеньку внутренней лестницы, то можно полюбоваться панорамным видом Флоренции. Сегодня в России отмечают День создания органов Государственного пожарного надзора. В 1927 году, 18 июля, Всероссийский Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров подписали положение об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР. Согласно ему, вновь созданное учреждение предупреждает пожары, тушит их и следит за состоянием пожарной безопасности организаций. По данным МЧС России, в органах пожарного надзора по всей стране проходят службу около 13 тысяч сотрудников. Также сегодня отмечают Международный день Нельсона Манделлы и День хозяйственной службы органов внутренних дел МВД России. В этот день родилась русская балерина Ольга Списивцева. Она появилась на свет в 1895 году в Ростове-на-Дону. Училась в театральном училище в Санкт-Петербурге. Ее первым педагогом была русская артистка балета Клавдия Куличевская. Списивцева дебютировала на сцене Мариинского театра в 1913 году в балете Раймонда. Спустя пять лет она стала ведущей танцовщицей, а еще через два – прямой балериной Мариинского театра. Также сегодня родились советский и российский поэт Евгений Евтушенко, французская оперная певица Полина Виардо и актер, продюсер и режиссер Вин Дизель. В поселке Старый городок День знаний для воспитанников пройдет в обновленных кабинетах. Капитальный ремонт школы-интерната имени Фурагиной завершится уже в августе. Строительные работы проверил глава округа Андрей Иванов. Подробнее в материале Алтынай Урумбаевой. Работа кипит, кабинеты преображаются. Идет завершающий этап капитального ремонта Старой городковской школы-интерната имени Фурагиной. Готовность объекта уже 70%. Завершены отделочные работы. Строители приступили к благоустройству участка. Делаем планировку участка, вывозим грунт лишний, завозим песок. Ну то есть практически начали. Отмостки у нас уже тоже гидроизоляцией заканчиваем. Где-то 3-4 дня и приступаем к отмосткам. Подрядчик работает быстро. На стройке сегодня трудится 68 человек. На следующей неделе в школу планируют завести мебель, парты и доски. Это долгожданное событие для всех жителей поселка. Изменения они видят каждый день, проходя мимо. Вообще будет просто сенсация, потому что многие уходили из красного, старого здания. Придут совершенно новые стены, новые даже снаружи. У нас даже жители городка говорят, школу-интернат удлинили. Она была меньше. Школа стала больше за счет светлых тонов. Таких уютно будет и детям, и сотрудникам. В обновленном варианте добавили кабинеты для работы дефектолога и психолога. Комнаты просторные, созданы идеальные условия для занятий адаптивной физкультурой. Особенно нас радует современность, которая будет присутствовать в нашей школе. Потому что здание наше очень старое. Оно, конечно, требовало капитального ремонта. Ну и, конечно, нашим детям необходимо, чтобы уроки преподавались со современными образовательными технологиями. Чтобы у нас были и вся техника, и интерактивные доски. И соответствующие парты, стульчики для детей. Потому что дети с ограниченными возможностями здоровья. Им это необходимо, наверное, даже в большей степени, чтобы поддерживать и интерес к урокам, и поддерживать их здоровье. Сколько еще по фасаду? Я думаю, что до конца следующей недели мы закончим. Глава округа Андрей Иванов задает много вопросов строителям. Он внимательно осматривает и территорию школы, и здание внутри. Промахов быть не должно. Случай особенный. У нас тут детишки особенные. Надо чуть больше дать и педагогам, и родителям возможности подготовить. Ну, чтобы не за пять дней, а давайте там, чтобы полноценных 15 дней было. И на уборку, на обустройство, на расстановку мебели. Соответственно, обжиться надо. Когда работу закончат строители, выйдут учителя. Все они сейчас в отпуске. Педагогов ждет самая приятная забота – обустройство своих кабинетов. А 1 сентября будет праздник не только по случаю Дня знаний. Кардинальные изменения школы – это грандиозное событие для каждого жителя поселка Старый Городок. Алтына Румбаева, Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Необходимые рабочие инструменты отправятся в зону СВО. Жена военнослужащего Владимира Шашкова обратилась в администрацию Одинцовского округа с просьбой помочь в закупке. Пожелания исполнили в кратчайшие сроки. Глава муниципалитета Андрей Иванов познакомился с семьей военнослужащего и передал гуманитарную помощь. Репортаж Полины Баховой. Супруг Галины Шашковой ушел добровольцем в зону СВО еще в августе прошлого года. Потом продлил контракт. В одном из разговоров с супругой поделился, что не хватает рабочих инструментов. Вот как-то при очередной связи поделился с вами проблемами небольшими, что не хватает для того, чтобы эффективнее им служить, исполнять свой долг. Не хватает необходимых таких инструментов, генератора. Для семьи военнослужащего купить такое не под силу. Галина обратилась в администрацию с просьбой о помощи. Как только подошел срок рассмотрения, все очень оперативно было сделано. Закупили необходимые инструменты, которые я просила, генератор. И вот буквально сразу в течение двух дней это все доставили сюда, в волонтерский центр. И отсюда уже ребята отправят туда, на передовую, как бы мужу. Ответили оперативно и уже в течение двух дней доставили инструменты в волонтерский центр. Глава округа Андрей Иванов передал их лично. Все, что необходимо было, приобрели. И дизельный генератор, и шуруповерт, и сварочный аппарат с электродами. Так что надеюсь, там ребятам будет попроще обустраиваться. Спасибо огромное. Ну а вам спасибо за такое неравнодушное отношение, за связь с нашими волонтерами. В ближайшие дни поселку отправят из волонтерского центра вместе с другой гуманитарной помощью на передовую. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова». Абитуриенты, желающие поступить в медицинские вузы, могут заключить договор на целевое обучение с медицинской организацией и Минздравом Подмосковья. В таком случае после завершения обучения молодой специалист вернется работать в ту больницу, с которой заключил договор. В этом году по программе целевого обучения заключили свыше полутора тысяч договоров, тысяча сто по программам специалитета и порядка четырехсот ординатуры. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Напомним, что с 1 июля 2024 года осуществлять экскурсионную деятельность без аттестата запрещено. Проходить комиссию необходимо раз в пять лет. 16 студентов колледжа и 10 учащихся детских школ искусств Подмосковья стали призерами всероссийского конкурса «Молодые дарования России». Его организатор – Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени Чайковского. Участники – учащиеся и студенты в возрасте от 13 до 19 лет. Те, кто достиг высоких результатов в обучении сферы культуры и искусств. Конкурс проводится в три тура. Первый – в регионах, второй – в заочном формате по присланным материалам, третий – в очном формате. В сельском поселении Барвихинское Одинцовского округа появится новое кафе. Площадь объекта почти 800 квадратных метров. Облик двухэтажного шале разработали в мастерской российской деревянной архитектуры. Фасад из натурального бруса, дровяные камины, а также открытые террасы на двух этажах, с которых открывается вид на зеленый массив. Завершить строительство планируют в третьем квартале 2024 года. Местные активисты «Единой России» посетили офис соцгазификации в Чистцах. В многофункциональном центре они узнали о предоставляемых услугах. С самого начала реализации губернаторской программы партийцы регулярно выезжают в разные населенные пункты с целью мониторинга, а также общаются с владельцами домов, которые уже заключили договоры. Материал Екатерина Крамор. Сергей недавно построил дом и решил подвести газ. Уже во второй раз он приезжает в офис соцгазификации в поселке Чистцы за консультацией. Для этого я подал заявку и сейчас на газификацию я пришел посмотреть, в каком она статусе, проверить и узнать сроки. Программа президента России по соцгазификации в Одинцовском округе стартовала в июне 2021 года. С тех пор она пользуется популярностью. Но и вопросы у жителей всегда есть. Для этого в муниципалитете открывают многофункциональные центры. Активисты Одинцовского отделения «Единой России» ознакомились с работой одного из них. Одинцовский округ, он, ну, как вы знаете, один из самых больших в Московской области. И на сегодняшний день, да, у нас, ну, если вот сегодня, вчера, насколько я знаю статистику, поступило 5206, по-моему, заявок от жителей Одинцовского округа. И у нас это в основном называется «догазификация». То есть это дополнительное строительство к тем домам, к тем, которые построены, или те люди, которые захотели подключить газ, или, главное, конечно, те жители нашего Одинцовского округа, которые захотели подключить газ вот по таким ценам, да, по льготным. В офисе можно не только подать заявку, но и получить консультацию специалиста. Также есть выставочные макеты по оборудованию, у вас также пара проконсультирует. Есть три пакета – минимум, максимум и стандарт. По данным пакетам тоже у вас сотрудники могут проконсультировать. Офис работает со вторника по субботу с 10 утра до 7 часов вечера. Работы по программе соцгазификации уже проведены в 164 населенных пунктах, проложено 197 километров газопровода. Дмитрий Потапкин, Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Сергей Собянин в своем блоге поздравил московских выпускников с блестящей сдачей ЕГЭ. В этом году количество учеников, кто получил высокие баллы на экзамене, стало значительно больше. Несмотря на то, что изменились задания, требования и даже продолжительность экзаменов. О других событиях в столице узнаем прямо сейчас. В рамках программы «Культ лета» в Москве пройдет более 400 занятий. Порядка 200 площадок, городских библиотек и культурных центров открыли творческие кружки и секции. Большинство занятий проходят в группах по 15-20 человек по направлениям на любой вкус и возраст. Рисование, фотография, программирование, литература и другое. Большинство занятий проходят в формате интенсивов. Автобусы Мосгортранса за прошедший год бесплатно перевезли около 480 тысяч детей и подростков в музеи в рамках проекта «Музея детям». По словам мэра, московские школы, колледжи и другие образовательные учреждения могут заказывать бесплатный транспорт для экскурсий с 2018 года. Данной услугой пользуются более 950 образовательных организаций. Список мест, куда могут отправиться ученики, включает более 110 государственных музеев и выставок. На ВДНХ заработала новая сеть интерактивных помощников. В 38 павильонах пользователи смогут увидеть территорию выставочного центра с высоты птичьего полета и найти для себя нужный павильон. Кроме того, в каждом из них гости смогут увидеть выставку или узнать о проходящих мероприятиях и приобрести билеты в одно нажатие. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Далее в программе вы увидите. Экскурсия долголетов. Участники Одинцовского клуба «Активное долголетие» побывали в Троице-Сергиевой лавре. Тайны ночного леса. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха провели экскурсионный поход. Одинцовские участники губернаторского проекта «Активное долголетие» посетили Свято-Троицкую Сергееву лавру. На обзорной экскурсии по монастырю долголетом рассказали его историю и интересные факты об архитектуре. Поездки по различным историческим и природным местам для старшего поколения проводят еженедельно. Екатерина Крамер расскажет подробнее. Благодаря губернаторскому проекту «Активное долголетие» Валентина вместе с группой Одинцовских пенсионеров посетила Сергеев Посад и Троице-Сергиеву лавру. Она познакомилась с архитектурой и узнала историю монастыря. Это, я считаю, очень здорово, то, что собрали людей. Будет проведена экскурсия в Сергеевом Посаде. Сергеев Посад вообще великолепное место. Я там была два раза, но это было в далекой молодости. Что там сейчас, не могу сказать. Но, я думаю, будет захватывающая, интересная экскурсия. Участники поездки посмотрели святой источник Гефсиманского скита. Его создали в 1844 году стараниями митрополита Московского и Коломенского филарета и наместника лавры Архимандрита Антония. Есть люди, которые едут для того, чтобы помолиться, написать записочки, увидеть красоту этого монастыря, потому что монастырь Сергеева Посада считается жемчужиной России. И всегда туда приятно ездить, всегда туда едут люди с большими надеждами на то, что Сергей Радонежский им поможет. Экскурсию посетили 18 человек. Подобные поездки для участников активного долголетия проводят регулярно по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. За этот год долголетие уже посетили Парк Патриот, Серпухов и другие города России. К посещению Сергеева Посада старшее поколение также проявило большой интерес. И водички набрала, и Акафис послушала, и к мощам приложились. Очень давно хотелось попасть, но время не позволяло. А тут такое получилось совпадение. И время нашлось, и поездка организовалась. Губернаторский проект «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье с 2019 года. В Одинцовском округе живут одни из самых активных участников движения. По итогам прошлого года в нем участвуют 9700 пожилых людей, прописанных на территории муниципалитета. Чтобы попасть на экскурсию или состоять в клубах по интересам, можно связаться с представителями активного долголетия в Одинцове или Звенигороде. По телефону 8 985 206 89 18. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания Одинцова. 15 июля в 50 парках Московской области прошло мероприятие «Ночь в парке». В рамках программы в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха сотрудники краеведческого общества провели экскурсионный поход по территории лесопарка. Узнать о старинных объектах, познакомиться с уникальными обитателями леса смогла и наша съемочная группа. Русло реки Самынки, геологические образования – уникальные славянские курганные некрополи 11-13 веков. Об этом и не только рассказали участникам экскурсии краеведческого общества в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Мероприятие прошло в рамках акции «Ночь в парке». Здесь многоплановая совершенно история, то есть в глазах обывателя – это прежде всего спортивная инфраструктура, хороший отдых, в том числе и семейный. И мы тоже сторонники такого семейного отдыха, но познавательного. Для экскурсантов подготовили маршрут около 4 километров не только по грунтовым тропинкам, но и по лесной местности. Поэтому пригодились палки для скандинавской ходьбы, дождевики и резиновые сапоги. Обязательное снаряжение – ручной или налобный фонарь. И экскурсия будет происходить в моем любимом стиле, стиле акын, то есть что вижу, о том пою. Это не случайно, мой любимый стиль, не случайно мы так все это дело рассказываем и проводим, потому что есть такое колоссальное в нашем Одинцовском лесу расположение всяких ценностей для познающего наблюдателя, что даже диву даешься. Узнать об истории родного края и древних ископаемых на экскурсии краеведческого общества мог абсолютно каждый. Это большая редкость в целом выбираться на природу в современном обществе. И это очень ценно, потому что обычно мы дальше своих телефонов не видим, поэтому надо как-то развиваться. Раиса Киян, Екатерина Крамар, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. Российские регионы получат дополнительное финансирование в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Государство поможет городам-участникам перевести частные жилые дома на высокотехнологичное котельное оборудование взамен печного отопления. Сейчас в проекте участвуют 12 городов. В этом году в федеральном бюджете на реализацию проекта предусмотрено более 15 миллиардов рублей. О других событиях России смотрим прямо сейчас. В России с начала года чуть более чем на 2% увеличилось производство тепличных овощей. За 6 месяцев вырастили уже более 900 тысяч тонн продукции. Ведущие регионы – это Липецкая, Московская, Волгоградская, Калужская области, а также Республика Башкортостан, Краснодарский и Ставропольский края. Государство активно поддерживает развитие овощеводства в России. Для предприятий отрасли предусмотрены льготные инвестиционные кредиты и государственная поддержка. Российских производителей обяжут подтверждать качество продуктов с пометкой «Био-эко-натуральный». Об этом сообщает Роскачество. Еще в 2021 году организация проводила опрос, в ходе которого специалисты выяснили, что подобные слова на этикетке вводят потребителей в заблуждение. Во втором и третьем чтении приняли поправки к закону об органической продукции. Теперь производители не смогут описывать товар такими словами, пока продукция не пройдет специальную сертификацию. Закон вступит в силу 1 сентября 2024 года. 24 июля стартует ежегодная акция «Культурная суббота. Игры народов России детям». Проект направлен на популяризацию традиций народов, проживающих на территории нашей страны. В этом году акция посвящена традиционным детским играм. Узнать о них школьники смогут до 30 июля. Ребятам предлагают проявить себя творчески. Для этого нужно создать собственный видеоролик с традиционными играми своего региона, опубликовать его на своей странице в социальной сети ВКонтакте и поставить хэштег. Начали строительство крупнейшего в мире термоядерного ракетного двигателя. Разработки ведут британская и американская компании. Он может привести к революции в космических путешествиях. С его помощью можно увеличить скорость полета, при этом уменьшить количество использованного топлива. Например, время полета до Марса сократится вдвое, а путешествие к Сатурну займет всего два года вместо восьми. О других событиях в мире смотрим в нашей следующей рубрике. В конце этого года в Дубае начнут строить первую в мире мечеть, напечатанную на 3D-принтере. Там будет два этажа общей площадью 2000 квадратных метров. Одновременно в ней смогут находиться 600 прихожан. Завершить работы планируют в первом квартале 2025 года. Так называемую стратегию 3D-печати власти Дубая запустили еще в 2018 году, согласно которой к 2030-му с ее помощью построят 25% новых зданий города. В Иране уже в седьмой раз проходит фестиваль песчаных фигур, в котором принимают участие 16 мастеров из разных провинций страны. Им предложили сделать фигуры из песка на любую тему по выбору – семейные ценности, окружающая среда и особенности страны. Благодаря умению и таланту мастеров, несколько массивных скульптур появились прямо на глазах у присутствующих. Туристы с удовольствием наблюдают за процессом лепки, а само проведение выставки стало традицией. Чрезвычайно редкий питомник глубоководных осьминогов обнаружили у берегов Коста-Рики. Моллюски обосновались в подводных горах на глубине почти 3000 метров. Эксперты не исключают, что это новый вид головоногих. Активный питомник – крайне редкое явление. Этот стал третьим на планете, о котором известно ученым. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет дождливая погода. Температура воздуха днем 23-25 градусов тепла. Ночью 15-17. Ветер юго-западный 2-6 метров в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 79%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Одинцовский информационный центр впервые стал участником Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-регион-2023». Мы выдвинули три программы в двух номинациях. Одна – развлекательная и две – просветительская. Финалистов конкурса объявят в октябре, а в ноябре станут известны победители. Мы с нетерпением ждем результатов. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках, а также следите за новостями в телеграм-канале «Про округ». А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале «Про молодежь». Ну а если вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который видите на ваших экранах. Вы смотрели «Утро» на ОТВ. С вами были Елена Краева и Ольга Дмитриева. Мы вам желаем прекрасного дня и отличного настроения. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин